Подводим итоги матча Кафе Италия и Жор Информа. Победа Колпинцев со счетом 4-3 в нашей после матчовой студии Максим Михайлов и Алексей Никонов. Алексей, с победой. Удивительно, но повторили результат первого круга. Также вы победили 4-3. Анонсировал ты в одном из интервью последних, что на вас обязательно приедут Кузьминский и Лысенков. Они приехали, сегодня были максимально заряжены. Кузьминский оформил хитрик. Но поделись впечатлением по игре. Я считаю, что такие матчи – это украшение всей премьер-лиги. Я считаю, что играли два практически равных соперника. В таких матчах всегда один побеждает. И всегда приятно быть тем, кто победил. Поэтому тут прямая трансляция. Думаю, все все видели. Бескомиссная борьба с некоторыми судебческими ошибками. Но это часть футбола. Отдельный разговор будет с человеком. А так все хорошо. Кафе Виталию поздравляю. Я думаю, я надеюсь, что мы первое место не упустим уже. Но они второе тоже. Хотя все может быть. Максим, ну давай твои впечатления. Закономерно и Жора победил? Ну, как сказать, закономерно. Скорее всего, на один мяч они были сильнее. В первой и во второй игре. Не скажу, что прямо сильнее. Так по уровню игры. Игра была равная. Но вот точечно один гол решил, конечно, исход. Хотя мы надеялись, что при 3-3 мы дожмем. А получилось, что защитник сам себе срезал мяч штрафной. И получается, Жора вышла вперед. То есть, я считаю, ну, 3-3 мы должны были дожимать. И все, потом 4-3. Ну, вот, мое впечатление. Ну, на данную минуту, да, и Жора, скорее всего, на один мяч было сильнее. Ты скажи, составом сегодняшним доволен? Насколько он был оптимальным? Ну, оптимальный. Да, все были, кто нужен был. Единственное, что, конечно, когда на замене сидит еще 3 потенциально сильных человека, которые ни в чем не уступают, сложно подобрать правильный состав. И получилось так, что играли больше те, у кого связки и взаимодействия были лучше. Соответственно, я большую часть игры сидел на замене. Ну, не знаю, доверил пацанам. Думали, дожмем, но не получилось чуть-чуть. А почему Смирнова оставил изначально на скамейке? Ну, он опаздывал, поэтому состав объявлялся уже по факту. Поэтому он уже опоздал, выходил позже. Ну, Алексей, ну, ты сегодня всех собрал. Мы всех, кого мог собрать, но мне кажется, нет. Это далеко не вся, Жора Информ. А кто еще мог быть? Мог Ануфриев приехать, Андрей, Антон, пардон. Мог Ануфриев приехать, мог Козелков приехать. Мог кто-то еще. Козелков это скорее все-таки игрократа. Анатольфа не было. Урау давно уже нет. Ну, он травмирован, уже бывает, ничего страшного. С следующим составом ты доволен? Я с следующим составом доволен. Сегодня так сложилось, что, например, Данин Торпов по второму тайме не вышел. Это не означает, что он там какой-то хуже футболист. Но, исходя из течения игры, вот этих замен сзади делать просто было не надо. Мы так решили. Или я так решил. Или Антон Михайлов так решил. Или Антон Михайлов со мной вместе так решил. Все может быть, почему нет. Антон Михайлов опытный футболист. Где-то подсказывает, где-то мы принимаем коллективные решения. Где-то я прислуживаю с киевым мнением. Это нормально. Вы сегодня так, у вас были много нападающих. Дократировали Прокопов сегодня на фланге. На фланге был Егоров. Выдвигался на острие. С чем связаны вот такие перетрубации состава? Ну, у нас сегодня было опять замен. Сегодня надо было чаще. Соперник хороший. Надо было чаще меняться. Надо было их запутать. Они, я думаю, что не совсем ожидали такого состава. Они видели, что чуть-чуть другую последние три игры. Слава богу, в превью ничего не было сказано. Или в прошлом интервью. Поэтому 4-3. Ну, 4-3. Будем считать, что по игре. Я не считаю, что игра была упрямая такая ничейная. Но это, что игра была равных соперников. Да. Безусловно. Ну, ты провел какую-то работу-то после 6-6 с Телефоксом? Да, безусловно. Ну, там чистая психология. Мы же об этом говорили. Там, ну, что говорить-то. Никакие секреты Парри Шинеля. Все состав видят. Все знают. Там, Ваня Ефимова. Там, знают. Все все знают. Здесь невозможно привести человека незамеченным. А это психология. А Телефокс, я не знаю. Если они так умеют играть. Что они там болтают на 13-м месте, я еще не понимаю. Или они так наезжуру настроились? Наезжуры все настраиваются. Этим надо гордиться, что нас настраиваются. Я все время говорил, у меня вся спина оплевана. Знаете почему? Потому что я впереди иду. Ну, когда мне будет лицо оплевано, это уже будет другая история. Максим, ну, наверное, с большой долей верности, можно сказать, что борьба за первое место завершена. Какие планы на остаток турнира? Четыре игры. Ну, как ты считаешь, не упустите же второе место? Будем стараться не упустить. Единственное, надо там с ребятами переговорить, чтобы они психологически как-то не потерялись. Потому что игры еще остались действительно серьезные. Там тоже с ближайшим преследователем. Поэтому там на каждую игру надо выходить, биться. И, возможно, там тоже будут коллективы серьезные, которые умеют забивать, играют, какой-то уже свой рисунок игры имеют. Поэтому будем настраиваться. Конечно, хотелось не упустить, но будем все силы отдавать на то, чтобы остаться на втором месте. Спасибо за ответы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.